В сегодняшнем видео мы вновь вас будем шокировать. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете самые жесткие слова о Азербайджане и его политике. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Понимаешь, когда мне начинают рассказывать о дружбе народа в Советском Союзе, я очень хорошо это помню, то меня это раздражает, потому что я начинаю думать, что я идиот, или что я ничего не знаю, потому что я знаю, что это было не так. А как же в твоем Баку замечательном резали армян? Причем как? Секундочку. Эта история, о которой я не могу говорить, потому что я не был не в тот период, когда были междоусобицы в начале века. Это уже было. Я сегодня не могу сказать, кто резал кого. Если вы такие смелые, если вы такие патриоты, вот я не пойму, не пойму, на диване лежат, что-то писат, что-то там в интернете, что-то. Это что, патриотизм? Возьмите, продайте свои квартиры, свои машины, свои драгоценности. Возьмите своих сыновей, дочерей. Создайте диверсионные группы. Идите, отвоюйте, Карабах. Это псевдопатриоты или патриоты виртуального мира. Люди, которые на деле, то есть посредством Фейсбука, Инстаграма, социальных сетей, это человек, который говорит, что я с саблей, с автоматом, со шпагой, я буду защищать свою страну, я верну Карабах, я готов на все жертвы. А на деле они для этого ничего не делают. И как бы в виртуальном мире быть героем намного легче, чем в реальном мире, как мы все понимаем. Что такое Азербайджан? Я на русский язык перевожу. Азер, Хазер Денизи, Каспийское море. Баджа, край. То есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. По-русски, каспийцы. Что, национальность, что ли? Каспийцы, люди, живущие там. Мы говорим, по Волжье. Вот там у нас есть морийцы, там, татары, башкиры. А, в принципе, по Волжье, Вологодчина, Псковщина. Мы ведь до сих пор не отвечаем на простой и ясный вопрос. Вот какая наша позиция? Ну, скажем, Нагорный Карабах. Нагорный Карабах. Вот для Армении что такое Нагорный Карабах? На этот же вопрос надо ответить. А представляете ситуацию, при которой Армения признает Нагорный Карабах? В Нагорном Карабахе проходит всеугодный референдум, и они идут по пути Крыма. И мы тогда в условиях УДКБ должны выступить и начать войну с Азербайджаном? Заметьте, что Серж Арсен, президент Армении, не ставит нас в такое сложное положение. Он оставляет возможность для политического решения. Мы говорим, Азербайджан – наш партнер. Но мы что, не замечали то, что рассказывал Семен Абкаевич? Очень независимую экономическую политику Азербайджана, иногда в прямую противоречию нашим интересам. Мы не замечали разных очень визитов и изъявлений турецких руководителей на территории. Но мы почему-то не работаем с Азербайджаном по этому направлению, не вовлекаем в нашу экономическую орбиту достаточным образом. Таким образом, пытаясь вот танцевать между этими двумя огнями, мы теряем как одного, так и другого. Понимаешь? Там у нас, значит, есть уважаемый Алиев, который просто покажется опасный и сумасшедший с его разговорами. А Ереване нам вообще не очень везет с президентами вокруг, потому что есть вот этот глупый и грустный Додон, которого выгнали из президентства, и который где-то теперь делает интимные стрижки в Москве. Есть бесноватые там Муэрты, есть маньяк Ардаган, есть Инн, пожиратель терьеров, есть Макрон, который тратит тысячи евро на свою еженедельную прическу. Мне кажется, вы сейчас Порошенко похваляете. Нет, есть Порошенко. Есть только Лукашенко. Отдельный фрукт, есть гадкий асад, но даже на фоне этих персонажей у нас, значит, есть этот опасный сумасшедший в Азербайджане. Вот ему не то, что там бритва, я бы не рекомендовал ему давать даже гвозди размером больше одного сантиметра, а лучше заменять их вообще зубочисткой, уважаемому Эльхату. Он ведь собирается теперь, он высказал точку зрения о том, что необходимо присоединить Ереван и мазуть, вернуть. Но это было, да, президентский маразм, президентская выходка, это всего-навсего президентская выходка. Но немедленно сбежались академики, историки и обосновали, надо сказать, этот маразм президентский, и этот миф уже создался, сдался, и он будет жить, и он когда-нибудь, рано или поздно, вызовет и кровопролитие, и разломы, и очередные всплески ненависти. Это к разговору о том, как делаются, вот мы сейчас своими глазами видим, как делаются исторические фейки. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. В азербайджанских авиалиниях в Баку, по работе, это была деловая поездка, открывала его компания, представительство, уважаемые республики Азербайджан. Неожиданно ему было отказано, только на основании того, что у него армянская фамилия. Сергей не воевал в Карабахе, никогда не жил в Армении. Он родился в Москве. И да, он покидал пределы Российской Федерации во время прохождения службы в Германии. Но это никого не интересовало. Интересовала подозрительность его фамилии. Только на основании это российскому гражданину компании азербайджанской на территории Российской Федерации было отказано возможности поехать. Если бы мы говорили о том, что государство Азербайджан запрещает въезд на территорию гражданам России только потому, что у них есть капля армянской крови либо армянской фамилии, наверное, это было бы темой большого и серьезного разбирательства. Заметьте, я не говорю об отношениях между Арменией и Азербайджаном, я говорю об отношениях между Российской Федерацией и Азербайджаном. Каждое государство в праве решать, кого впускает, а кого нет. Но если это решение базируется на таких принципах, то в праве и российского государства задать вопрос, а позволительно ли на территории Российской Федерации азербайджанской авиакомпании дискриминировать российских граждан только потому, что у них есть или показалось, что может быть хотя бы одна капля армянской крови. Я не могу понять армяно-азербайджанского конфликта. Не могу. Я много раз бывал в Баку. Мы бывали на гастролях, я когда еще в Ереване, в Русском театре. Баку это, чтобы сейчас это враги, не знаю, что же нас, кто же в нас какой-то бациллу внесли. На этом у нас все. Оцените наши видео подпиской и лайком. Субтитры сделал DimaTorzok